всем привет спасибо сразу говорю спасибо тем кто пишет комментарии под этими роликами а также тем кто оказывает материальную поддержку каналу это очень приятно никогда лишним не бывает просто хорошо спасибо а комментарии мечтать очень интересная со многими в душе своей спорю в мозгу своем спорю и в мозге мозгу в мозге заговорился извините да ничего страшного в мозгу я буду говорить в мозгу теперь не хочу спорить публично потому что это вызывает такую сразу такую тоже называется срач не всегда интересно читать на там где не спорю там пишу просто так что пишите пообщаемся очень все здорово давно я не вспоминал своего одного из своих самых любимых блюзовых музыкантов джон майл у меня почти все пластинки его собраны слушаю довольно часто но вот как-то был период последние месяца два наверно не прикасался к пластинкам джона майла пара роликов у меня про него уже записано продолжаю потому что хочу записать про все альбомы джона майла я его очень люблю и слушаю его мы больше сорока лет наверное уже я был совсем еще юн учился еще в школе когда я впервые услышал джона майла но не эту пластинку я к ней подойду обязательно к своему первому знакомству с музыкой майла а это у нас шестьдесят шестой год ахардроуд ахардроуд до вышел альбом 67 году записан в шестьдесят шестом питер грин пришел на смену эрику клептону и были здесь проблемы серьезные потому что ну клептон себя вообще показал там не с лучшей стороны работая с джоном майлом хотя пластинка их совместная она великолепна она там хитах сразу все все ее полюбили до сих пор она является классикой блюза английского до сих пор но в период за в период работы совместные клептона и майла клептон в разгар работы сорвался уехал в грецию ему захотелось поболтаться по греции там что-то с кем-то поиграть набраться новых впечатлений все mail как а как а где к эрик ты куда а все а эрика пишу раз потом эрик вернулся они записали таки альбом совместно про который я рассказывал ролик есть в плейлистах посмотреть а потом клептон опять отвалил и отвалил уже навсегда насовсем и джон майл остался без лидер гитариста на место лидер гитариста пришел питер грин ну точнее mail его пригласил мало известный очень на тот момент времени гитарист хороший очень да но заменить эрико клептона на которого молилась вся блюзовая англия было непросто все ждали клептона все писали клептон бог на стенах да это известно и все на этот бренд шли на концерты мы сейчас увидим джона майла эрика клептона великого на гитаре раз а клептона нет там какой-то парень играет мне с него и конечно это было проблематично игрим от этого пострадал немножко душевно неприятно да когда все смотрят на тебя где клептон а ты кто но время и работа показали что все в общем-то было в порядке и питер грим удачно заменил вполне достойно заменил эрика клептона первые песни которые они записали и вышел сингл это looking back и so many roads обе песни вошли в этот альбом это и это и другая песни это каверы но сделаны под сингл конечно мне кажется они с изначально сделаны осторожненько аккуратненько джоном майлом без вольности для того чтобы и утвердить питера грина в составе группы и чтобы он не расстроился от неуспеха успех был все в порядке строгие аранжировки и looking back и so many roads строгие аранжировки очень мощные с духовой секцией с аккуратным соло на гитаре питера грина с четким пением джона майла с хорошими с хорошими мелодиями ну песни проверенные уже как я уже и говорил камеры мелодичные тысячи процентный блюз без обмана все чтобы все слушатели услышали поняли и приняли а это тоже катит это покатило и вышел альбом собственно ну да я я уже сказал вышел альбом 67 году записан 66 хард-роуд первая вещь принадлежда здесь интересно что интересно то что большинство блюзовых групп англии того времени 66 год все-таки сидели на каверах в основном играли классику здесь mail рискнул и положил начало всем остальным блюзовым группам то есть рискнул тем что начал писать много своих песен и здесь своих песен очень при приличное количество раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь песен из семнадцати всего то есть больше половины написано mail и это круто и для для того времени для блюзовых групп это было необычно но все услышали и понижала а можно мы тоже можем так вот хард-роуд песня майла медленная печальная как положено блюзу английскому в отличие от американского проникновенная как бы такой раз как бы такая разведка разведка даже не боем а ползком разведка на слушателя как пойдет не пойдет вроде пойдет следующий номер и сова тоже майловский он уже в ритм он блюз уходит он уже побыстрее пожестче по активней по драйвове но еще не до конца еще мы только входим экспериментируем как что что куда вообще эта пластинка она так она раскачивается от 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 ползания ползком до бега трусцой а потом до спринтерского рывка то есть она так по нарастающей идет you don't love me кавер третья песня это уже полный пошел разгул после двух вводных таких произведений полный разгул пошел вовсю группа играет и приходит в да стран был инструментальный номер фредди кинга где питер грим вовсю уже отрывается на гитаре вместе с группой отрываются все уже можно на четвертом номере уже можно оторваться и надо kind of love одна из любимых моих песен классический номер джона моего она такая просто по классике но достаточно аккуратно сделано тоже с духовой секции все красивенько все строго в отличие от хит до хайвэй 6 пьеса тут какой-то безобразный в хорошем смысле безобразный разнузданный разгул фортепьяно кабацкий такой кабацкий вариант блюза все крепко выпили хорошего пива в кабаке посетители тоже и группа на сцене просто оторвалась такой вот салонный номер ну блюзовый далее не забыл про это дело очень неожиданно после надо kind of love такой строгой строгой печальный такой классических точно аранжированные вещи такой безобразный хороший разгул ленин крестин уже полный яростного веселья номер с духовыми с оттягом абсолютно полно после хит до хайвэй продолжение только уже в полным бэндом таким с ярким звуком looking back я уже говорил песня который выходила на сингле первый опыт совместной игры совместной записи с пытались питером грином аккуратно чисто здорово блюзово солидно я вот так сказал и вторая сторона ничем не хуже а немножко ярость ней драйвове и жестче чем первое как я уже говорил диск идет по нарастающей энергия прет досной блюз бешено пошли дэвис always walk и еще одна песня майло the same way the super the same way и the super natural две песни питера грина здесь the same way играет и поет питер грин супер начал играет но не поет питер грин инструментальный номер эти две вещи были написаны грином специально для записи на этом альбоме джон майло разрешил вставить две песни грина вставили грин даже спел и очень даже неплохо получилось top of the hill следующий номер очень похоже по настроению на хит the highway такой же безобразный разнузрный разгул иногда надо после после строгости питера грин а кстати питера грина я не очень люблю как музыканта он очень хорошо играет он очень хороший музыкант но мне не нравится его подача его манера он очень печальный джон майл тоже у него тоже такой голос не знаю можно ли говорить о голосе минорный голос но у него голос такой достаточно печальной интонации у него всегда но он повеселее будет он все-таки повеселее он зажигательная очень от питер грин нет он он совсем сумрачный дождливый вот и этим мне он не близок совсем и вот эти две его пьесы the same way it's super natural они конечно такие такие да ну вот и после этого видимо top on top of the hill майл вставил свой номер безумный достаточно адрес always walk это такая шизофрения это 2 2 пьеса на я забыл про него сказать на второй стороне и такое легкое безумие джона майл а какой-то намек на психоделию гармошечную от отрыгистые такие фразы гармошки с таинственными звуками по фонам ну ну так чтобы просто чтобы освежить освежить материальчик сам для after a while еще один камер опять-таки полный вперед по драйву левина лонса у меня род с сингловая вещь и мама talk to you dota под конец уже тоже в жарить как следует всем жарить как следует пластинка очень хорошая продавалась очень хорошо людям понравилось но джон мэйл человек строгий блюдящий блюдящий дисциплину гнобящий музыкантов в этом смысле и бесконечные терки бесконечные споры бесконечные разборки и группы возьми и перестань существовать грим ушел по своим делам организовал группу флит вот мак все разошлись эйнсли дан бар кстати барабанщик здесь который оказался в группе достаточно случайно потому что его планировали час чандлера джимми хендрикс хотели его взять в качестве барабанщиков джимми хендрикс experience и было две кандидатуры мич мичелл соответственно и эйнсли дан бар и они не знали кого взять оба хорошие как подкинули монетку и взяли путем так сказать смотрения орел или или решка я не знаю кто был на какой стороне но был выбран мич мичелл и по случайности дан бар был отвергнут от джимми хендрикс experience оказался в джон мэйл блюз брекес так вот дан бар тоже пошел своим путем соответственно джон макви объединился с питером грином мэйл остался один и записал один вот эту пластинку сам без ансамбля как говорят в россии вот такая очень хорошая пластинка и они следующий раз я и расскажу пока спасибо пошел пить